Ну, мама у меня родилась в Ленинграде, она была ленинградка, и просто я уже не буду рассказывать, как семья попала в Ишхабад, потому что дедушка мой, он же был железнодорожник, они строили вот эти вот среднеазиатские железные дороги, еще что-то не с конца 19 века, вот, и поэтому вот так вот они там уже и оставались, и селились, вот, когда я закончил Туркменский государственный университет, вот, который был, кстати, очень хорошим, мы преподавали там в основном ленинградцы, я хорошо помню Юлию Николаевну Богданову по русскому языку, блестящие были преподаватели, Сакали Наталья Ильинична зарубежную литературу, какой у них был язык, как они нас учили русскому языку, когда я, помню, потом приехал в Москву, мне никто не верил, что я родился в Ишхабаде, говорили, Олег, какой у тебя прекрасный русский язык, какой выговор, я говорю, это Ишхабад, это наши преподаватели, вот, так вот, когда я закончил, я уехал на Дальний Восток, я работал директором, сначала замдиректором школы в городе Спаске, вот, такой небольшой, так, рядышком с городом Спаском была Прохоровка, Наташа, про село Прохоров, большой городского типа село Прохоров, вот, ну, это к Спаску принадлежало, очень, год я проработал, Это где-то на Волге, да? Это на Дальнем Востоке, это Сихот-Алинский хребет, недалеко от Китаозера Ханка, рядом с китайской границей, это было после, уже через несколько лет после Даманского полуострова, я сам туда специально рвался, мне хотелось Дальний Восток посмотреть, и вот меня поразило, самые сильные впечатления, тогда у меня были, да, когда мы на мотоциклах, у меня был десятиклассник, такой, в общем, парень такой серьезный, у него было два мотоцикла, он мне предоставил мотоцикл, Олег Аскерович, идемте, я вам покажу деревню Карасиловку, в этой Карасиловке, когда китайцы, это самое, границы переходили, было очень много жертв, они вырезали однажды наш гарнизон, и даже приходилось, это самое, кровати забирать в деревнях, потому что не хватало, раненые были, ну, в общем, это дело такое было серьезное, это вот мы сейчас, слава богу, что мы с китайцами дружим, и я очень этому рад, но тогда это было страшновато, честно говоря, и вот я был свидетелем, когда мы приехали на этих мотоциклах, село Карасиловка, вот вы знаете, вот открытые дома, в домах стоят чайники, посуда, кровати застеленные, не застеленные, ведра с водой в колодцах открытые, все, вот как будто вот люди, вот только что они здесь были, вот они жили, еще какая-то, еще печки там, по-моему, даже дрова уже, видимо, хотели затапливать, потому что всех потом в один час всем собраться и уезжать, рядом уже китайская граница, это было очень опасно, и вот я тогда, я тогда, когда мы вот стояли, и я ходил, переходил, птиц, не было птиц почему-то, не было кошек, собак, не было людей, самое главное, и тут я понял, что такое, вот какая это вещь, какая ценность человек, вы понимаете, можно все, красота необыкновенная, эти потрясающие холмы, эти сопки, дубы, красные дубы, красного цвета, это солнце, вот это предзакатное, но нет людей, и такое еще нечто, ты один, вот хорошо, что еще рядом Сергей стоял, Соловьев, этот мой десятиклассник, потому что у меня холод был, мне было жутко, я представил, как вот один человек, один-единственный, который остался на этой планете, никого нет, и вы понимаете, и да, люди бывают хорошие, бывают не очень хорошие, но люди, это самая великая ценность на нашей планете, и поэтому тогда я это все осознал, понял, и я, правда, я понял, что я был хорошим преподавателем, меня любили ученики, ученицы, все, мне писали письма прекрасные, но я понял, что я все-таки не педагог, я не хочу этим заниматься, и я уехал, вернулся в Ашават, вот, и оттуда поехал в музей, работать в музей Сергея Есенина, я уехал в Рязань, познакомился с директором Константиновского музея Сергея Александровича Есенина, с Владимиром Исаевичем, помню его Владимир Исаевич зовут, вот, и он меня просто уговорил, он сказал, поехали ко мне работать, я хотел в Рязани остаться, но он сказал, у нас, нам нужны научные сотрудники, и я работал научным сотрудником целый год в музее Сергея Есенина, это было замечательное время, там я начал писать уже серьезные стихи, заниматься поэзией, изучал поэзию Сергея Есенина, ну, естественно, водил экскурсии, у меня была лодка, я ездил по тем местам, по которым ездил Сергей Александрович, и когда пришло время, мне так захотелось поработать, вспомнить это стихотворение, ну-ка дайте косу, я вам покажу, я ли вам не свойский, я ли вам не близкий памятью деревни, я и не дорожу, и хоть я был сугубо городским человеком, урбанист, тем не менее, мне так захотелось поработать с косарями, и я уговорил, я ушел из, уволился из музея, попросился на сенокос, и вот это вот, когда он говорит, что выйду под откос, сколько там нарядных мужиков и баб, что-то шепчут грабли, что-то свищут косы, эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб, и вот я сказал, нет, я не слаб, давайте, я тоже, дайте мне косу, косу мне не дали, но мне дали коня по кличке Арбат, он был высокий, у него, значит, были масластые такой вот, но самое поразительное, что коню мне дали только одну уздечку, представляете, Саша, Наташа, одна уздечка, я говорю, а седло, говорит, какое седло, ты что, и мальчишки, 12-летний, 14-летний, он говорит, будешь на граблях, на конных граблях работать, и я, значит, стал учиться, я говорю, а как, вот надо вот этот, обраться, вот эту самую уздечку, так, научился, а теперь, а теперь на коня, и вот садишься на коня, под пузо ноги, и держишься только ногами, и вот это вот здесь, если бы вы знали, сколько я падал, то есть, особенно когда в голову, рез какой-нибудь поворачивает, я кубарем вниз, как я шею не сломал, ой, я стер себе, извините за выражение, всю кожу, у меня там вообще, это было такое, что, ну, трудно, трудно передать, но через уже неделю, я все равно, хоть и тяжело было, хоть раны там были, такие кровавые, но я так сидел, ну, правда, мне казалось, что я сижу хорошо, видимо, я кривовато, наверное, посмеивались, но ребята так оценили, они так, они хитроватые такие мужички, они как, ну, молодец, ничего, городской там держится, но, тем не менее, я запрягал коня в грабли конные, и, значит, уже вот мы делали вот эти стога, нажимаешь на педаль, чпок, это самое вываливается, дальше идешь, идешь, а мужики, они на конных, тогда вот конные грабли, у них косы, и они шли прям в ряд, все, это очень интересно. Наташа, а ты-то ездила на лошадь? Нет, Каня Иванович? Никогда. А вот я тебе хочу сказать, добавить, почему Олег правильно говорит, а хочу добавить, очень важно, меня, когда посадили в Коктебелии, я, когда посадили на коня, у меня всегда были представления, а за что люди-то держатся? И у меня были представления, представляешь, такие, вот за уздечку держишься. Нет, не за уздечку, это она за тебя держится, уздечка за тебя держится, грубо говоря. Человек просто балансирует, причем он должен балансировать, он должен чувствовать лошадь, и она его должна чувствовать обязательно, потому что иначе он не сможет просто. Я не специалист вообще по верховой езде, но ты правильно подметил, очень правильно, что садишься, только вот дали уздечку, и больше ничего нет, и ты должен ездить. Где-то, если конь пойдет, вот под обрыв идет, а бывало, приходилось лечь на спину, но держишься, только ногами держишься, причем ноги стали крепкие, ногами держишься, а уздечка ты управляешь ею, где-то, иначе ты разорвешь губы, если ты будешь там тянуть, лошади можно губы порвать. И еще раз, еще хочу добавить тогда, потому что, я думаю, хуже не будет, когда меня посадили на лошадь тоже там, а меня взяли в Коктебеле, мы как-то утром проснулись, там немножко голова болит, ты знаешь, вот, ну и поехали, а у меня в шортиках таких, короче, посадили, через час у меня кровавое месиво было, поэтому почему люди, шерсть очень жесткая, и поэтому, когда едешь, и немного, там час всего, все ноги были кровавое месиво, поэтому штаны всегда делают кожаные, специально для верховой езды, вот, интересно. Ну, и лучше, наверное, если лошадь объезжена, да, то есть она уже, она должна... Ну, лошадки-то ведь разные, ведь лошадь, как я понимаю, спортивные, есть они по назначению разные, скаковые, а скаковые лошади, как я понимаю, опять-таки, у них разные абсолютно, ну, они по-разному относятся, они, лошадь вообще, она, как я понимаю, это животное свободолюбивое, вообще-то, и оно не позволит, чтобы на ней сидел какой-то вот, который человек не понимает, да, она не будет просто, она его не поймет, человека, да. Ну, у нас были лошадки такие, которые просто покататься там где-то... А, так у вас сёгла были, вы сёгла? Конечно, это я понимаю, да, да. А теперь, да, просто ты садишься на вот эту... Она еще вот такая вот была. Я это уловил. Ты вот так вот... Я это уловил, Олег, я уловил. Саша, а мы с тобой когда-нибудь ходили, когда мы были в Картебеле, я тебя не водил вот в эти экскурсии, когда вот я водил людей, старый Крым, через Изюмовку, на могилу этого самого Грина, Александра Грина, Ну, я и без тебя там много был, нет, я там был, но, кажется, без тебя. Ну, я без тебя был. Там не один раз, конечно, да. Там, кстати, когда американцы приезжали, это уже по другой дороге, которая от Щебетовки идет, там американские части стояли, ну, в свое время когда-то... Это от Щебетовки, это Кизилташ. Дорога, да, идет туда, на этот... На Кизилташ. Да, на старый. Там воинские части, там было в свое время ядерная бомба наша. Да, 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 там и до сих пор там части стоят. Да, да, ну, а я еще как раз имею в виду... Ну, это в стороне. А, кстати, вроде к Картебеле подходим уже, к Картебеле. Это я к тебе, да, хочу... Это уже ко мне. Да, это я хочу сказать, что...